Тюленята, как и все малыши, очень любопытные. Они готовы жевать шнурки, играться с водой и, конечно, кушать. В день один щенок тюленя съедает до 15 килограммов рыбы. Здесь в ход идет корюшка, кальмар и жирная сельдь, чтобы малыши поскорее набирали вес. Их отпускают в естественную среду обитания, когда они достигают 45 килограммов. Вот этого мы скоро уже будем выпускать совсем, потому что он у нас уже поправился, он у нас замечательно себя чувствует. Этих малышей мы еще будем вытратить, потому как у них вес, то, что для людей, скажем так, избыточный, у них это наоборот, только плюс. Эти малыши оказались здесь не случайно. Их нашли и привезли сюда сахалинца с разных побережьей. По той или иной причине тюленята оказались без своих мам. В природе бы они не выжили. Даже несмотря на то, что готовы постоять за себя. Как только они видят угрозу для себя, тогда они начинают применять шипение. Такие выплески разные. С одной стороны, смотрится как страшно немножко, но и забавно, конечно. Этого щенка привезли два дня назад. Его покусали собаки. Специалист признается, сейчас самая горячая пора. Сезон найденышей. Но подбирать всех одиноких малышей Александр не советует. Возможно, мама тюлененка где-то рядом. Нуждается ли щенок в помощи, можно определить по внешнему виду. Если он упитан, все хорошо. К тому же некоторые тюленята выползают на берег просто погреться. Тревожный звонок, если животное ранено, истощено или отравлено нефтепродуктами. Одного из малышей нам доверили отвезти в Южно-Сахалинск ветеринару. У щенка сломана челюсть и ему требуется помощь специалиста. Перед прощанием Александр сказал, что на эти два часа я заменю тюлененку маму. Это очень большая ответственность. Ну, пока мы ведем себя хорошо, не кусаемся. Малыша обнаружили в пяти километрах от Охотского моря. Как он туда попал и сколько дней провел без опеки, неизвестно. За несколько дней тюлененок научился воспринимать людей дружелюбно. Во время поездки он очаровал всю съемочную группу. Смотрел в окно, потягивался на сиденье и зевал. Надо отметить, что пахло в это время в салоне, как в бочке с сельдью. Но вот мы и на месте. До сегодняшнего дня подобных пациентов в клинике не было. Малыша полностью осмотрели и сделали снимок челюсти. Для полноценной жизни тюлененку необходима операция. Самая главная задача – это восстановить ему анатомическую целостность челюсти. Все остальное, потом он будет сразу пойдет на поправку и все будет у него отлично. Снимки готовы. Вместе с тюлененком они отправятся обратно в Холмск. На следующий день там проведут необходимую операцию. Какое-то время малышу придется походить или вернее поползать с металлической пластиной. На место приехал и мэр Холмска. Он пообещал оказать финансовую поддержку Фонду защиты природы «Зеленый Сахалин». Скажу совершенно определенностью, вот Иванов Александр Николаевич и его питомцы, скажем так, он их детьми называет, они попали под плотную опеку и все, что необходимо, чем необходимо помочь, все будет сделано. В ближайшее время здесь построят для малышей бассейн, чтобы они могли тренироваться перед выпуском в естественную среду обитания. А в перспективе есть планы и на создание в Холмске реабилитационного центра диких животных, который бы объединил под одной крышей всех специалистов. В данный момент уже идет поиск земельного участка для строительства.